здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в 12 уроке видеокурса лендинг пейдж или начинающих все-таки я решил посвятить отдельный урок seo внутренней оптимизации вашего лендинг пейдж в адоб news так как это очень очень важная тема предыдущем уроке мы немного затронули самые такие важные настройки все оптимизации и на протяжении курса я уже говорил о таких тегах как h1 и давайте начнем с самого верха смотрите изначально ваш текст заголовки описание вы должны понимать что вы должны этот текст составить самостоятельно то есть написать от руки ни в коем случае не копируйте где-то текст с другого лендинга поисковой системы все это мониторит они все это видят и соответственно они могут наложить санкции наложить фильтры на сайт за этих фильтров вы будете плохо индексироваться в поисковых системах и соответственно вам будет очень очень тяжело попасть в топ начнем мы с этого да смотрите вы написали текст под свой лендинг под свою тему да давайте разберем именно на этом сайте который мы с вами делали смотрите у нас заголовок самый верхний заголовок самый важный вот в моем случае настройка сложена шаблона лендинга пэч а то да я я напоминаю вам он должен быть в h1 я вам уже показывал как это делает да вот h1 h1 тег должен быть на странице только один раз ну соответственно если мы сделаем еще страницы то там тоже нужно разместить h1 и должен быть другой заголовок другого содержания но у нас сейчас одна страница поэтому мы делаем его на самом верху текст и заголовок h1 обязательно этот текст мы здесь набираем то есть пишем в программе текст чтобы не было никакой графики то есть не нужно делать текст на фотошопе он не будет восприниматься поисковыми машинами туда h1 мы тег не повесим второй нюанс под заголовок более раскрывающие вашу тему более такой подробный должен быть у меня в этом случае вот является вот это по заголовок он идет как бы обычно то есть я тут абзац то есть я ничего не трогал дальше по тексту вот такие вещи это у нас под заголовки тут по сути должен быть текст да ну у меня тут иконки или вот например тут идет текст перечисление уроков смотреть вот эти все нюансы выделяем и проверяем чтобы это было h2 то есть у меня здесь стоит я об этом уже вам говорю h2 то есть h2 уровень заголовков на странице сколько угодно можете сделать так если лендик очень длинный если у вас под заголовков много штуки 3 сделайте h2 а нижние можно уже делать h3 чтобы и тех и тех было это все нужно для поисковой оптимизации то есть h1 вообще обязательно поисковые системы очень обращают внимание на заголовка h1 то есть это обязательно на протяжении всего курса мы с вами заливали картинки то есть мы делали прямоугольник и делали заливку смотрите так не нужно делать если вы хотите продвигаться еще за счет картинок то есть как это понять посмотрите мы переходим в google я в поиске набрал например название своего курса и теперь я нажимаю вот здесь у гугла на слово картинки и google индексирует картинки с сайта вот это первая вторая вот третья это я это это все мои картинки то есть вот например вот тоже моя картиночка это мой курс вот пожалуйста вот еще смотрите если вы хотите чтобы трафик к вам на сайт шел а через поисковик google картинки или яндекс картинки тут как бы не особо много трафика будет но если вам это важно вы хотите как бы везде получить трафик да вот моя картиночка например на эти если вы хотите везде то вам придется избегать значит заливки картинками то есть вы только делаете задний план то есть у вас лендинг тянется во всю ширину задний план соответственно мы делаем заливку а вот такие картинки как диск например нам нужно прописать специальный тег alt который читают поисковые системы без этого тега то есть он у нас по умолчанию не заполняется картинки могут вообще не проиндексироваться и в google картин или яндекс картинки картинки ваши могут просто не попасть вот и что мы делаем смотрите если мы кликнем под правой кнопкой мыши по нашей картинке которая у нас идет заливкой то есть нам нужно найти пункт редактировать изображение здесь видите нет такого пункта я вам для примера сейчас покажу мы картинку просто перетягиваем с нашего компьютера к нам в лендинг печь то есть не заливка а закидываю прям картинкой то есть также вы тут делаете размер как вы хотите и смотрите что мы делаем дальше правой кнопкой мыши редактировать свойства изображения нам нужен вот этот пункт и здесь есть два пункта смотрите если мы мышка наведем на пункт здесь идет подсказка смотрите если вам нужно что при наведении мышки на картинку всплывал какой-то текст то вы заполняете вот здесь заполнять нужно ключевыми словами то есть смотрите вот у меня идет заголовок вот картинка у меня например здесь рядом я просто беру заголовок на изображение правой кнопкой мыши редактировать можно и там и там прописать то же самое то есть если нужно при наведении мы мыши на картинку это просто чтобы человек например какая-то подсказка можно разместить на картинку подсказку но для поисковых машин нужно записать именно это нижнее поле альтернативный текст если мы наведем мышь описание изображения для поисковых систем видите написано то есть вот нижнее поле это для поисковых систем окей и давайте сделаем предпросмотр смотрите я мышку навожу и настройка сложен шаблон лендинг петч это да я это просто для людей то есть это для нас с вами а соответственно так alt мы не видим он будет виден только в коде и он будет виден только поисковым системам вот это вот имейте ввиду теперь внутренние значит описание который видит только поисковые системы также мы затрагивали этот в прошлом уроке смотрите ваш текст ваше основное описание к вашему лендингу немного если у вас большое описание 23 предложения вы можете прямо отсюда с сайта то есть это необходимо то что у вас идет на сайте то же самое должно быть в описании значит отсюда мы например копируем можно зайти страница свойства страницы мы с вами здесь уже были переходим метод данные и здесь вы просто дублируйте то есть вот это описание не будут видеть ваши люди это будет видеть только поисковики то есть это для них и соответственно ваши все ключи ключевые слова выводить перечисляете то есть самые важные ключевые слова выдергиваете из вашего текста можно даже что-то дополнить который например ключи встречаются где-то ниже то есть обязательно то что у вас есть на сайте ключевые слова и описание именно эти описания и эти ключевые слова должны присутствовать здесь не должны какие-то левые здесь присутствует ключи или слова которых нет на самих на самом сайте это тоже запомните и И следующая вкладка «Параметры». Обязательно здесь, имя страницы, можно написать заголовок вашей темы. Также здесь по умолчанию «Карта сайта». Включить страницу в сайт-мап. Галка стоит. Здесь ни в коем случае ничего мы не делаем. То есть галочку мы не убираем. Если у нас будут внутренние страницы, другие страницы, мы об этом еще поговорим. Здесь нужно будет прописывать альяс так называемый. Что это такое, позже узнаете. Вот такие нюансы обязательно не игнорируйте, обязательно учитывайте. Если вы не заполните здесь мета-данные, ключевые слова, то есть вот это самое важное, то вы среди своих конкурентов, поисковиках будете на очень-очень дальней позиции. А как вы уже догадываетесь, что все сайты пытаются попасть в топ Яндекса или Гугла, чтобы как можно больше привлечь трафик людей на свой сайт. То есть вот это, вот это, вот это, это самое важное. Запомните это. То есть оптимизация картинок это не настолько важный момент, то есть когда мы прописывали тег альт. А вот внутренняя оптимизация, вот это описание, title, description, keywords. И очень важный также момент, не забывайте, h1, тег h2, h3. Используйте это на сайте обязательно. И обязательно h1 только один раз на странице. Два-три раза за это могут тоже поисковики наказать. Ну в любом случае, если даже не накажут, а вам это в плюс не пойдет, в топе вы не окажетесь. Если у вас будет там десяток h1. Это просто заголовок. Он на странице один раз. Как правило, запомните это. На этом я заканчу данный видео урок. И увидимся в следующем. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пэйдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите. Иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пэйдж. Делайте их круто. Делайте ему на экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...